На счет 3. Найди в эфирном пространстве свое эфирное тело. Вика, 1, 2, 3. Вижу со стороны интерферентов такая вот, просто так, как у тебя было на прошлом, такая штуковина, как пролезла, как будто бы черная. Прямо к моим глазам. И вот так сунет, и такие очки черные так пододвигает ко мне. Так, ясно. В стороне, в секторе магии находится, кто-то находится такой, как стеклянный, тянется к программе жертвы. Так, сейчас, Вика, считай свое эфирное ДНК. Ты ли это? Да, это я. Спроси у себя разрешение на работу с тобой для тебя. Хорошо. И давай разберемся с этими очками, да? Да, я приказываю. Но я вижу этого спрота. Ну, давай, снимай эти очки и приказывай хозяину эти очки. Ну, я отодвигаю его, да. Хорошо. Так, это этот спрут, да? Ну, сейчас я приказываю ему проявиться. Приказывай проявиться на нашем рабочем столе. Он, да, вот так наполовину. Наполовину вот эта черная энергия защитивается, как вот этот дух. О, я его отвергаю. А он типа дух принимающий, то есть, чтобы это зло принимать. Я его отвергаю. И приказываю проявиться. Я вижу, что тот, кто находится в секторе магии, передвигается вот сюда, в сектор интерферента. И связано с программой вот там, где или контракт, или программа жертвы. Так, я приказываю проявиться этому. Кто находится в секторе интерферентов, пусть проявится. Всем интерферентам и всем, кто. Приказываю всем интерферентам проявиться на нашем рабочем столе. Загудело так, как болото это. Знаешь, как будто бы куда, где-то вниз. Кто-то проявляется? Какая-то черная энергия, как будто бы силуэт человека, мужчины, который держит вот за ноги какой-то светящийся силуэт, не светящийся, а как искусственную какую-то душу. Так, прикажи всей этой темной энергии проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК. Вижу, и идет как какой-то, как монстр. Похож на гориллу какую-то. Но его постоянно тянет туда вниз. Так. Сейчас, Вика, прикажи ему принять форму, как он выглядит в этом воплощении на физике. Я вижу, Илья. Ясно. И он вот так связан с этим сектором магии двумя черными полосками. Как по голове и по ногам. Вот так. То есть он одно и то же. Я слышу маг. Маг. Ясно. Так, ну, говори с ним смысла нету. Или ты хочешь к этому вопросу задать? В голове, у него в голове, третий час, ну, в третьем глазу светится что-то. Я ему приказываю убрать его в руки, все его воздействия. Я смотрю, на что это зацепилось. Какое? Я слышу какое-то разрешение. И сейчас я вытаскиваю на рабочий листу то разрешение, за которое он уцепился. Так. Вытаскиваю сюда. Вытаскиваю. А это разрешение как будто бы в секторе интерферентов лежит глубоко. Ну, там как печать какая-то. Сейчас я зайду, посмотрю, когда это произошло. Найди тот момент, когда ты это разрешение дала. Я вижу, что вот этот момент, когда перед большим иллюминатором вот эти боки стоят, а я оборачиваюсь как-то в сектор миссии назад и беру, да, разрешаю. Так. А считай информацию, что ты разрешаешь. Пройти корабля. Открыть порта. Какие-то звездные врата между миром, что-то вот такое. Так, Вика, это, считай информацию, это разрешение на вторжение зла в наше пространство? Да. Да, вот. Так, хорошо. Теперь вот своим теперешним сознанием зайди в эту ситуацию и проанализируй. Хочешь ли ты сейчас это разрешение свое отменить? Да, хочу. Я вижу, что я из сектора миссии выношу огромный тяжелый камень сама своими руками. А вот это, я слышу видение, вот эта точка светящая, ну, то, что светилось у него в третьем глазу. Оно выходит у него. То есть я отдаю тяжеленный камень, и я вижу, что это моя карма. Вот моя эта вся тяжелая жизнь, все эти испытания. И я ему отдаю, а у него вот этот светящийся шарик выходит. И сейчас я его останавливаю и закрываю непроницаемо, и считываю, что это такое. Оно считывается как видение, но как будто это инструмент, а не естественное. Как будто это машинка какая-то. Похоже на какой-то супер-пупер телевизорчик такой круглый. И оно какой-то механизм искусственный. Оно считывается как какой-то процессор или процессор. Так, процессор. Процессор. Хорошо. А считай информацию, кому этот процессор принадлежит. Квант. Квант. И от этого процессора идут подключки такие в нижний портал. По-моему, 4 штуки. Сектор магии. Считывается как 4 духа, которые поддерживают это. Так. Приказывай, Вика, сейчас этим 4 духом проявиться на нашем рабочем столе. Первый дух отсюда с интерферентов показывается как голова какого-то змея или вот такой как ниндзя, вот какая-то черная голова. Приказывай проявиться следующему. Следующий считывается как драконий дух. Еще следующему. Приказывай следующему проявиться. Там появляется символ глаза. Это как система, там сейчас звучит эзотерика, магия. И еще один есть. Проявляется? Оно не проявляется, оно просто такой полосочкой, а звучит так странно, просто звучит как дух предательства. И это как будто бы это краеугольные камни, вот так, по четырем сторонам этого квадрата. Вот внизу этот квадрат, а вверху вот этот процессор. Так, хорошо. А сейчас Вика... Почему-то считывается как квантовый изъян. А, изъять. Изымать. Вот как бы отделились от чего-то. Так. Хорошо, считай информацию, от чего отделили этот процессор. Я вижу там внизу, есть такой, где вот этот антимир. То вокруг, вот это как черная дыра, все вот там так втягивает внутрь, вот эта черная энергия. А вокруг нее как будто атмосфера, этот квантовый двойник этого антимира. Ну, правильно, во Вселенной все имеет свой дубликат, свой как эталон, как дубликат. То есть, все, что на физическом мире, плане происходит, все имеет эфирный дубликат. Это духовная сфера, я слышу. Духовная сфера, программа антимира. И вот я вот так делаю, то есть, правильно интерпретирую. Так, хорошо. А что ты хочешь сделать с этим процессором? Или что с ним нужно сделать? Уничтожить или как? Его нужно уничтожить, а он стремится к нашему пространству. Я вижу, сейчас я посмотрю, что я там делаю. Я вижу, что я запираю все двери, я запрещаю вторжение любых. Я забираю все живые энергии, которые питают антимир. А они хотели подсунуть вот эту квантовую штуковину, как взамен на карму. Я вижу, как эта светящаяся штуковина просто бункнула в третий глаз этого... Я не знаю, оно так считывается просто как какой-то... Как ничто. Черное ничто. И такая дыра появилась у него в сердечной чакре и утягивает туда вниз. И я вижу, что он выпускает из рук. Так, что? Я приказываю отдать все души, которые принадлежат нашей светлой вселенной, отдать в наше светлое пространство. И собираю все его антимира, все воздействия, все дубликаты, все отображения, все зеркала и всю ложь отдаю антимиру и вместе с кармой. И я призываю силой кармы... Так, готовься, Вика, это сделать. Я посчитаю до трех и все это произойдет. Вся карма, вся энергия антимира вернется к нему обратно из нашего пространства. Один, два, три. И такой жгут черный, огромный, просто из сектора миссии. У меня так шух туда. Я вот так вот сделала. Закрываю все порталы. Вот сейчас я свободная, отдаю всю карму. Распространяю свет и гармонию по всему нашему пространству. Хорошо. Так, посмотри сейчас на свое эфирное тело. Опиши, как сейчас ты выглядишь. Сейчас я вижу, что я в этом корабле. А в этом корабле я вижу какие-то черные энергии. Сейчас я посмотрю. Считываются как мертвые. Я их беру и выбрасываю туда нижний портал. И очищаю полностью все наше пространство, как будто корабль. До этого момента я эту ситуацию видела много раз. И весь этот корабль был направлен как в сторону, как в сопротивление антимиру. И все время было так вот, как наклонено, чтобы смотреть через иллюминатор туда вниз. А сейчас я выбросила все эти трупы мертвых, мертвые энергии этих богов, которые выстояли, которые опали. Выбрасывай все. Отсекаю, я вижу и разворачиваю этот корабль в направлении первотворца, первоисточника жизни. Я вижу, что я пришла в этот свет и преклонила одно колено. Я вижу, как и почувствовала такое тепло разливается по моей седьмой чакре. Я вижу, как этот золотой свет, бело-золотой свет от первоисточника, как я им наполняюсь. Я слышу одобрение. А я это видела сегодня в... Одобрение, это я вот вижу, что это такое. Это противоположность посвящению, масонскому посвящению. Или посвящению этих эзотериков, эзотерические, религиозные. Вот эти крещения, посвящения, это вся ерунда. Должно быть одобрение священной вселенной за верность к онам. Вот и отлично. Вот и отлично. Хорошо себя сейчас чувствуешь? Да. Хорошо. Тогда отсоединись от своего эфирного тела. Сейчас, выкручивая все эти энергии, я отправляю на аннигиляцию в портал. Оно нам не нужно. Да. Захватчики пришлые нам не указ. Да, запрещай им находиться в нашем светлом пространстве, всем пришлым. Да, я вижу, я вижу, как пространство, вот, и много-много, как кораблей стоит, и идет такой, как отворот-поворот, разворачивается, уходит. Отлично. Отлично. Так, все, Вика, отсоединись от своего эфирного тела. Да. И найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Тарас. Один, два, три. То же самое, пытаются атаковать. Глаза, чувствую. Так. Тоже эти энергии с прута везде витают. Вот так вот пытаются, знаешь, проникнуть. Так, сейчас читай мое эфирное ДНК, я ли это. Да, это ты. И везде вот у меня, когда я себя чувствовала, я слышала враг, враг, враг. И вот здесь тоже. Угу. Спроси у меня разрешение на работу со мной для меня. Да, ты разрешаешь. Угу. Так, и опиши, как я выгляжу. Ну, они пытаются, как бы, вот, замуровать. Как этот мультфильм, вот, вспомнился. Супер семейка. И там, как какой-то, такие шары черные набрасывал, которые я так расползались и душили. Вот что-то похожее. Это все проникло в мое пространство? Или пытается только? Пытается, да. Угу. Так, хорошо. А давай посмотрим, я думаю, у меня такая же зацепка, крючок и зацепка, как и у тебя. Мне нужно тоже это свое решение впустить врага, отменить. Давай, я сейчас захожу в тот момент, когда я принял такое же решение на этом совете, впустить врага в наше пространство. И хочу это решение свое отменить. Ну, это нужно было бы увидеть, что ты сделал. Я вижу, как в этом пространстве, как в корабле каком-то, вот это лапища, этого спрута. И ты ее берешь вот так просто и вышвыриваешь. Я вижу, что у тебя на груди, вот, какой-то как медальон. Оно тоже считывается как разрешение. Угу. И я вижу, что ты в секторе миссии, расторгаешь этот контракт. Угу. И этот медальон, вот, как дверь, все очищаешь. Я слышу, что ты последний. Потому что вот сейчас, сейчас это все пространство начинает светиться, как солнце. И вот эти все энергии, которые пытались к тебе проникнуть, они просто разлетаются в клочья все. Угу. И сейчас я вижу, как ты сидишь, как на троне, как царь. Угу. Я вижу, как ты берешь, ты сказал, что ты берешь вот этот трон, он называется механический, и выбрасываешь. И говоришь, что как-то вот этот трон выбросил. Угу. И говоришь, что меняешь и одеваешь просто такую простую одежду, такая, как такой какой-то балахон, но она вся светится таким золотым светом. А ты вот идешь к первоисточнику в этом направлении и говоришь, что меняешь на вот это величие, как бы механическое величие, вот это физическое, да, механическое, да, это вот это, на, ну, как бы на благодать, на одобрение Бога. Да. И я вижу, что ты тоже так, точно как я, подошел и опустил голову, и, ну, не опустил, а вот так просто, на одно колено. Угу. И это, и этот свет от первого творца просто окутывает тебя, и ты встаешь огромный такой золотой, с этим мечом. Угу. Все живое к живому, мертвое к мертвому. Да. Сейчас я посчитаю до трех, мы это сделаем, это произойдет. Мертвое к мертвому, живое к живому. Один, два, три. И я вижу, как у тебя из сектора миссии тоже вот этот шарик, он как надзиратель считался. Угу. Он туда ушел, в нижний портал. А все эти души, которые там были, они автоматически не могут прийти. Они должны сделать выбор. Да. Каждый вечер. Сознательный выбор. Угу. Ясно. Чистим все наше пространство. Угу. Все негативные, чужеродные энергии, а на ней агиляцию, все воздействия запрещаем просматривать и влиять в нашем чистом, священном, живом пространстве, всем чужеродным структурам, всем пришлым, программам, всем пришлым назад. И их созданием, и их квантовым созданием запрещаем находиться в нашем живом пространстве. И постоянно я слышу, что живое живому, мертвое мертвому. Угу. Хорошо. Все. Сейчас, Вика, отсоединись от всех, от всего. Хорошо. Проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто, все ли порталы закрыты. Да, все чисто и чисто.